В Чебоксарах пострадавший дом изучают эксперты из Нижегородского центра МЧС. Специализированная лаборатория приехала в Чувашию по договоренности главы республики и федерального министра Владимира Пучкова. Их встреча состоялась накануне в Москве. Специалисты из Нижнего Новгорода изучают каждый подъезд жилого дома. Оборудование лаборатории расположилось прямо во дворе. Внутри на всех этажах установлены датчики, которые со стопроцентной точностью помогают определить, насколько сильно пострадало здание. Эксперты МЧС делают выводы в ближайшее время. Но чебоксарские специалисты уже вынесли свой вердикт. Дом находится в аварийном состоянии. Первый подъезд необходимо снести. Это кадры того злополучного вечера. Жильцы покинули свои квартиры наспех, без вещей и документов. Тукатурка вся сыплась, а потом кирпичи. Вышла в коридор, все уже бегают. Кирпичи, говорят, уже вылетают с первого этажа. Но в перспективе, конечно, мы должны найти уже для постоянного проживания место. Или это будут служебные жилье, или через государственный жилищный фонд. Будем смотреть варианты. В беде людей один на один не оставим. На личной встрече с министром чрезвычайных ситуаций глава Чувашии отметил, что регион отправил обращение к председателю правительства Дмитрию Медведеву. Возможно, что жителям дома по улице Петрова выделят сертификаты из резервного фонда страны. Они частично покроют расходы на строительство нового жилого здания. Также оперативно федеральное ведомство и власти республики помогли когда-то жителям поселка Тувси, оставшимся без крова после взрыва бытового газа. Я с радостью услышал, что тот дом, который построила совместная МЧС России и руководство республики, уже заселен, больше того, там рождаются дети. Наверное, это самый главный результат нашей совместной работы. На встрече обсудили и другие вопросы. Федеральный центр готов выделить 80 миллионов рублей на реконструкцию здания главного управления МЧС по Чувашии. Планируют создать в Чебоксарах и современный центр управления кризисными ситуациями. Который позволит на самом высоком уровне организовать и организацию управления всех реагирующих подразделений и выполнять комплекс мер по профилактике предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожаров и приступить к формированию комплексной системы безопасности деятельности населения республики. Современную технику в ближайшее время планируют поставить на базу недавно построенного ДЭПО в Чебоксарах. Оборудование для спасателей готово создавать и чувашские предприятия. Владимир Пучков заметил, что в МЧС могут сформировать пакет заказов. Татьяна Трофимова, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика.